Собеседник Лерагир лидер армянской конструктивной партии Андреас Гукасян. Господин Гукасян, представители власти говорят, что в основу арцахского процесса намерены заложить гарантии безопасности и прав арцахских армян, из чего будет вытекать статус. Никол Пашинин заявил также, что Арцах был признан в составе Азербайджана в бытность прежних властей. Как вы расцениваете эти заявления и как они связаны? Пока Никол Пашинин у штурвала, он использует имеющиеся рычаги, чтобы оправдать свои решения. Он всячески пытается обосновать, что мадридские принципы как предложение Минской группы ОБСЕ было несбалансированным и, вопреки международному праву и легитимным интересам армянского народа, содержало антиармянские положения. То есть, по сути, он обвиняет США, Францию и Россию в том, что они выдвигали Армении несправедливые и нисходящие из права требования. И поэтому он, якобы, отклонил эти предложения и принял решение определить статус арцаха силой, путем военного столкновения с Азербайджаном. Он говорит, ему жаль, что это привело к потерям, за что обвиняет армейское командование и прежнее руководство. То есть, все виноваты, только он в ангельском одеянии вправе раздавать обвинения всем подряд. Поскольку представителей преступного режима можно обвинить в чем угодно, то он акцентирует в основном на этом, между делом обвиняя США и Францию, а также свою любимую Россию. Что подразумевал переговорный процесс? В переговорном процессе происходило диаметрально противоположное. Конечно, в 1992 году, когда Армения и Азербайджан стали субъектами международного права, и сверхдержавы признали независимость Армении и Азербайджана, согласившись с их членством, наряду с другими постсоветскими республиками, в ОБСЕ, ООН, было выдвинуто условие о том, что при определении статуса арцаха Армения и Азербайджан обратятся в ОБСЕ. По сути, это означало, что Армения и Азербайджан обладали паритетным правом вето в переговорах по статусу арцаха, и основанием урегулирования могло стать решение, приемлемое как для Армении, так и Азербайджана. Армения воспользовалась своим правом вето, все помнят, как на Лиссабонском саммите в 1994 году, когда ОБСЕ предложила широкую автономию арцаха в составе Азербайджана, Армения отклонила это предложение. В последствии переговоры в рамках Минского процесса проходили различные этапы, и если в 1990-х делались различные предложения, подразумевающие статус арцаха в составе Азербайджана, то потом, когда выяснилось, что такое решение невозможно, В этом формате сформировалось представление о том, что Арцах должен отделиться от Азербайджана. Тогда и появилось предложение в Киу-Есте, обмен территориями. Когда это не получилось, была выдвинута идея сецессии, то есть, требование, чтобы и Армения, и Азербайджан признали право арцаха на самоопределение, и статус Нагорно-Карабахской автономной области был бы определен плебисцитом, в котором могли бы принять участие люди, проживавшие на территории НКО до 1988 года. По сути, это означало референдум, исход которого был бы юридически обязательным для всех. Чтобы референдум был свободным и справедливым, должны были быть созданы условия, временный статус или международный мандат. И все это было предметно изложено в мадридских принципах. Суть развития этого процесса сводилась к тому, что если нет возможности интегрировать Арцах в составе Азербайджана, то Арцах должен отделиться. Как это сделать при соблюдении международных норм, в этом и состояла суть мадридских принципов. Что касается заявления Азербайджана, что он согласился бы с референдумом лет через 50, то это уравновешивалось тем, что в этом случае Карвачарские и Кашатакские районы останутся под армянским контролем, пока решится вопрос, став, так сказать, закладом, мотивирующим Азербайджан на принятие решения о референдуме. Но очевидно, что, согласившись с мадридскими принципами, Азербайджан подспудно согласился с СССР Цаха. То, что власть Никола Пашиняна выбрала другой сценарий и пошла военным путем, не имеет отношения к процессу в рамках Минской группы. Это следствие выработанного Пашиняном и руководством России плана. И это не имеет отношения к возможностям, которые предоставляло мирное урегулирование для достижения наших целей в арцахском вопросе. Сейчас, фактически, вопрос стоит следующим образом. Может ли Арцах быть в составе Азербайджана, или будут другие развития? Совместный план Пашиняна и России подразумевал провоцирование войны в Арцахе и решение вопроса статуса военным путем, что связано с намерением создания союзного государства. Россия помогла Турции и Азербайджану вернуться к статус-кво 1921 года, чтобы Турция позволила Азербайджану присоединиться к союзному государству. За это, по плану, Азербайджан должен был получить Нагорный Карабах, причем, руками руководства Армении, как в 1921 году. Турция получает то, что Армения, присоединяясь к союзному государству, делегирует России вопрос армянских претензий к Турции, то есть отказывается от реституции. Этот план Россия намеревалась провернуть на Кавказе, назначив силой в Украине лояльную себе власть и включив Украину в состав союзного государства. Но уже ясно, что вторжение в Украину к таким результатам не приведет. Сменить власть силой в Украине невозможно, а союзное государство без Украины не имеет смысла. И международная изоляция, в которой оказалась Россия, также не позволяет России вовлечь в союзное государство Армению и Азербайджан. Так что, план по включению Арцаха в Азербайджан также утерял заказчика. Армянское руководство все еще пляшет под дудку российского плана, но из Москвы уже звучит не та музыка. Думаю, сейчас наступил переходный этап с туманным будущим. Все, что связывается с внешнеполитическими планами России, нуждается в пересмотре и ревизии. Планы по включению Армении и Азербайджана в союзное государство также разваливаются. И уже от воли армянского народа зависит ход дальнейших развитий. Субтитры создавал DimaTorzok